Вводим группирующую переменную, назначаем группирующий трехкластерное решение, запускаем и вот получаем главный первый кластер с небольшими отклонениями, то есть в идеале первый кластер формируется вот этой линией, отчасти вот этой линией. Второй кластер и вот третий кластер. Итак, иерархический кластерный анализ содержит в себе меры расстояний между объектами, которые подходят для категориальных шкал. Таких мер всего две, φ квадрат и х квадрат. Мы с вами использовали сейчас х квадрат. Использование φ квадрат не приведет к принципиально иным результатам. Также мы использовали в качестве метода группировки, агломерации, метод withinGroup, поскольку этот метод с одной стороны наиболее продвинутый, достаточно точнее продвинутый, а с другой стороны он не привязан к конкретной форме кластеров. У нас с вами получились вытянутые кластеры. Могли бы получиться и не вытянутые кластеры. Для не вытянутых кластеров удобно применение других методов группировки, о которых, опять же, можете смотреть в презентации, посвященной данному методу.